СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ Сделать частью государственного устройства. И окажется, что эти государства вошли в историю как государства тоталитарные. Потому что нет в мире, который живет после грехопадения, и в рамках этих границ, установленных в результате грехопадения Адама и Евы, никакой социальной справедливости. Всегда будут люди, которые хотят обладать всем. Всегда будут люди, которые хотят руководить всеми, не будучи руководимым никем. Официально даже в Соединенных Штатах Америки только во второй половине XX века в некоторых штатах была отменена работорговля. Рабство процветало во всем мире до XIX века. И еще долго приходило в себя после отмены крепостного права, рабовладельчества. Оно сейчас до сих пор существует, конечно, в нелегитимных формах, но, к сожалению, есть такое явление и очень распространенное по всей земле. Есть люди, которые хотят быть богатыми за счет других людей. Ведь если ты сам не можешь без греха, честным трудом, интеллектуальным или физическим, добыть некоторое земное благополучие, то мы сделаем это за счет других. И чем больше будет этих других, тем больше будут богаты. Поэтому в идеале, конечно, хорошо бы, чтобы все обладали необходимыми земными благами. Но когда кто-то хочет возвести это в ранг государственной идеологии, тогда тот, кто уже богат, талантлив, честен и благороден, он или репрессируется и погибает где-то в лагерях, или расстреливается, или, если повезло, он просто эмигрирует. И так у них экспроприируется все имущество и разделяется между пролетариатом. Это было в Китае, это было в Мексике, это было в нашем государстве каких-то сто лет назад. Мы недосчитались несколько десятков миллионов человек после такой социальной уравниловки. Мы ждали великого коммунистического будущего. Вот, скоро наступит коммунизм, у всех будет все одинаково. Но за счет чего мы уже знаем, каким образом это уравнение было произведено. Не дай бог в какой-нибудь еще стране реставрации подобных социальных уравниловок. Поэтому, да, это утопия, которую можно осуществить только путем колоссального кровополития. Да не будет с нами когда-либо еще что-то подобное. Настоящая свобода, настоящее равенство, настоящее братство невозможно на земле. В принципе, никто не равен, никто не тождественен друг другу. Это ложь. Даже в Боге есть некоторая иерархия. Отец, Слово, Дух, нерожденный, рожденный, исходящий в привечности. Даже в самом Боге есть некоторое различие ипостасное. Что уже про нас с вами говорить? И вот же говорится в Священном Писании, что Бог твердыня, Его пути совершенны. В Его пути есть правда. Он верен, и нет неправды в Нем. Поэтому ищешь справедливости, ищи у Бога. Безоговорочно и окончательно она победит по второму пришествии Господа Бога нашего Иисуса Христа. Ты сам сможешь ее приобщиться еще до второго пришествия, умерев праведников и стяжав Царство Божие здесь, сейчас, в душе своей и как следствие после смерти. В Боге ты будешь равен со всеми. И с Богом по благодати, и святыми Его по благодати Его. Поэтому будем жить так, чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитую жизнь, когда ты искал земную справедливость, а потерял жизнь вечную. Субтитры создавал DimaTorzok